Время собирать земли. В Махачкале вернут 15 соток незаконно присвоенного участка в центре города. Подробности через минуту. Кроме того, по материалу проверки прокуратуры города принято решение о возбуждении уголовного дела по факту хищения чужого муниципального земельного участка и поделки документов по части 4 ст. 159 Уголовного труда с Российской Федерацией. Заваливал на экзаменах, чтобы потом решать все за деньги. Вымогавший у дагестанцев взятки экс-начальник Института Росгвардии получил тюремный срок. Снято при участии ННТ. В широкий прокат выходит полнометражный дагестанский фильм «Сценарий для Голливуда». На закрытом показе побывали и наши корреспонденты. Курбан, ты же неправильно держишь, молоток. Че, у тебя правой руки нет, что ли? А, извини. Полный газ сделайте мне на 500 рублей. Лучшие боксеры Дагестана снова на ринге. О том, кто поедет на Всероссийскую Спартакеаду, расскажем в спортивном блоке новостей. Земельный участок стоимостью 150 млн. рублей в центре Махачкалы возвращен через суд в собственность города. Об этом сообщила прокуратура Дагестана. Земля находится в границах имущественного комплекса по улице Гамида-Далгата. Она составляет площадь в 15 соток. Это, к примеру, два футбольных поля. Участок был незаконно присвоен на основании поддельных документов в прошлом году, а затем продан третьим лицам. В прокуратуре города Махачкалы проведена проверка земельного законодательства, в ходе которого установлено, что неустановленными лицами на основании подложных документов зарегистрировано право собственности на земельный участок площадью 1500 квадратных метров. В последующем ими данный земельный участок реализован третьим лицам путем договора купли и продажи стоимостью 150 млн. рублей. По данному факту в прокуратуру города направлено исковое заявление в Советский районный суд города Махачкалы с исковыми требованиями о объединении из чужого незаконного пользы земельного участка. Исковые требования прокуратуры города Махачкалы с Советским районным судом города Махачкалы удовлетворены полным объемом. Кроме того, по материалу проверки прокуратуры города принято решение о возбуждении уголовного дела по факту хищения чужого муниципального земельного участка и подделки документов по части 4 ст. 159 УК РФ. Данное уголовное дело находится на контроле в прокуратуре города Махачкалы. В Агульском районе взрыв скальной породы при проведении дорожных работ привел к обвалу камней на кладбище села Курак. Как сообщили в районной администрации, подрядная организация, чьи специалисты проводили работы, полностью возьмет на себя расходы по восстановлению поврежденных участков. По словам же самих дорожников, камнепады не удалось избежать, так как кладбище находится близко от ремонтируемого участка дороги. Распоряжением правительства республики в регионе создана рабочая группа по туризму. Она будет заниматься вопросами развития туристически привлекательных территорий. Об этом говорили участники совещания в Кабмине Дагестана. С учетом роста турпотока возникла необходимость упорядочивания данного процесса. По словам Абдул Муслимова, необходимо принять меры, направленные на определение природных комплексов, имеющие особое рекреационное и оздоровительное значение. По словам премьера, в настоящее время большое количество туристически привлекательных локаций в регионе расположены в границах земель, отнесенных к категориям, не предполагающим возможность их использования в туристическом плане. Дагестанский полнометражный фильм «Сценарий для Голливуда», созданный при участии телеканала ННТ, покажут на больших экранах. Картина выходит в прокат с 11 августа во всех кинотеатрах республики. В преддверии премьеры в «Синемахол» прошел закрытый показ, куда были приглашены около 200 гостей. О том, как оценили первые зрители, криминальную комедию в сюжете Патимат Ханаповой. Снимать в городе, где нет сценаристов, актеров, зукарей, никого. Главный козырь фильма – юмор. Юмор не простой, а местный и колоритный. А присутствуют они просто так. Коррективы в диалоге сценария вносили прямо во время съемок. В импровизации, как всегда, был неподражаем Юсуп Амаров. Много в фильме и криминала. Ежедневные так называемые разборки показаны в картине во всей красе. Точь-точь, как они проходят здесь, у нас, на наших улицах. Спонтанно и в пикантных спортивных костюмах. 11 августа фильм выходит в прокат во всех кинотеатрах республики. В преддверии выхода картины на широкий экран прошел закрытый показ. Среди первых зрителей кинополотна – представители власти, деятели культуры, известные блогеры и люди из местного шоу-бизнеса. Они очень талантливо сделали свою работу и очень близко. Ментально была именно игра дагестанских ребят, потому что это жизнь. И ребята постарались отобразить жизнь именно такую, какая она есть. Я думаю, что это станет, наверное, таким культовым фильмом среди молодежи, потому что он будет очень близок к ним. Коллеги по цеху для меня раскрылись совершенно с другой стороны. Я даже не знала о таких актерских способностях. И режиссерская работа, операторская работа на высшем уровне. Я даже представить не могла, что наш город, он такой красивый с высоты. Вы представляете, я влюбилась в наш город. Я думаю, что в той ситуации, в которой находится наша страна, как раз-таки такие талантливые ребята нужны, чтобы заполонять кинотеатры нашими российскими фильмами. И особенно то, что у дагестанской молодежи получается, меня это вдвойне радует. Я испытываю гордость, что у нас очень много талантливых людей. То есть у нас в основном Дагестан как воспринимали? Что у нас одни спортсмены. Но также важно знать, что очень много талантливых людей, креативных людей. И я рада, что это уже вот так вот выставляют, показывают. И я думаю, что многим это будет интересно прийти и посмотреть. Показ «Закрытый» превзошел все ожидания. Я ожидал чего-то стандартного, но ребятам удалось сделать что-то новое для дагестанского начинающего нового кинематографа. Особенно впечатлила работа звукорежиссеров. Этот фильм, все наши попытки ранее, они хромали от плохого звука. Рад, что в Дагестане начинают создавать кино. Жаль, конечно, что его очень мало. И мы почему-то тем успехом, которые были в советское время, никак не можем дойти. Поэтому очень надеюсь, что такого рода проекты позволят местным дагестанским ребятам начать свой творческий путь и попасть уже на большие экраны. Фильм и сценарий для Голливуда – это первая криминальная комедия, снятая дагестанскими продюсерами и режиссерами. Весь актерский состав в картине также состоит из местных ребят. Снять полнометражку про творческого парня, идущего к своей мечте через тернии провинциального города, решил видеомейкер, а теперь и режиссер Ибрагим Урсанов при поддержке телеканала ННТ. Этот фильм и вообще последующий наш фильм – это чисто дагестанский продукт. То есть у меня основная идея, то есть я хотел, чтобы продукт не был задействован, что привлекая с Москвы или откуда-то специалистов, а вот только с дагестанцами он есть. То есть начиная с самого сценария и под ключ, вот то, что до кинотеатра мы его довели, там все исключительно дагестанцы в моем участии. Сейчас такое время, когда у кинотеатров настоящий голод, потому что фильмов нет, и даже те голливудские фильмы, которые, казалось бы, могут крутить, они несут в себе те ценности, которые, ну, вообще далеки для особенно дагестанцев. И вот этот фильм, он как глоток свежего воздуха. И я призываю всех дагестанцев обязательно сходить на этот фильм. Мы должны ощущать поддержку каждого дагестанца, и если есть критика, пусть она будет, если есть похвала, еще лучше, мы будем только рады. Немного о сюжетной линии. Сценарист-самоучка с Махачкалы проходит во второй тур международного конкурса молодых профессионалов. Для прохождения финала ему требуется написать сценарий короткого метра про криминальную жизнь в Дагестане. Ради этого он вступает в неизвестный и опасный для него мир. Это не единственная работа дагестанского режиссера, но первая, которую увидит массовый зритель. Кроме того, уже проходят съемки еще одного полнометражного фильма, но это уже совсем другая история. Мой пахан. Кто мой пахан? Работник. Ты забыл, кто твой пахан. Ты, мне кажется, зубы наговариваешь. Злость покажи, ты же хотел размазать жизнь того чувака. На 500 рублей. Сейчас. Сейчас. Шварценегра увижу я. Хотел бы шварценегра увидеть. Патиман Ханапова, Салмаги Тихмая. В новости ННТ. Махачкала. Далее короткий обзор в рубрике Дайджест. Затем продолжим. Четверых высокопоставленных офицеров МВД Дагестана уволили за избиение человека. Суд приговорил их к разным срокам наказания. Бывший замначальника полиции, начальник отделения уголовного розыска по Буйнакскому району Пайзудинов и оперуполномоченные этого же отделения полиции Закарьяев, Гаджиев и Халидов в октябре 2018 года применили физическое насилие в отношении доставленного в отдел местного жителя. Вымогавший у дагестанцев взятки экс-начальник института Росгвардии получил тюремный срок. Речь о генерал-майоре в отставке Владимире Купавском, который возглавлял военный вуз в Перми. Суд установил два факта, когда он давал указание провалить абитуриентов из Дагестана на вступительных испытаниях, а затем выставлял их родственникам счет за поступление от 100 до 500 тысяч рублей. В село Купавский признан виновным в получении нескольких взяток на общую сумму 1 миллион 900 тысяч рублей. Суд приговорил Купавского к 9 годам колонии строгого режима. Село Гамсутль получит статус в музее-заповеднике. Об этом сообщил руководитель догнаследия Махач Мусаев. Объектами культурного наследия в Гамсутле являются две башни. Они включены в государственную программу, в рамках которой будет проводиться работа по их сохранению. Для того, чтобы сохранить красоты села Гамсутль в первозданном виде, необходим комплексный подход. Новый статус знаменитого села окажет помощь в этом деле. 90 домов числятся в реестре аварийного жилья в Дагестане. Минстрой Дагестана сообщил, что в список входят многоэтажные здания Махачкалы. Дербента, Каспийска, Буйнакска, Кизилерта, Кизляра, Дагогней и Южно-Сухокумска. А также Гергебельского и Тарумовского районов. Напомним, что в 2022 году в республике была досрочно завершена программа переселения. В которую вошли только многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. И о спорте. Две золотые медали выиграли дагестанские дзюдоисты на Кубке России по спорту глухих. Соревнования прошли в Тюмени. Вне конкуренции были Абдулгасан Курбанов, который отличился весе до 90 кг, а также Курбан Муртузалиев, ставший лучшим в категории до 100 кг. В шаге от первого места остановились Мурат Магомедилаев и Шарип Шамхалдибиров. Бронзовые медали в активе Руслана Аскерова и Рустама Лукманова. Дагестанские боксеры выступят на Всероссийской Спартакеаде. Соревнования среди сильнейших спортсменов 2022 года пройдут в трех городах – в Москве, Санкт-Петербурге и в Казани. Турнир по боксу стартует 21 августа в столице страны. За награды Спартакеады поборются 8 наших спортсменов во главе с вице-чемпионом Олимпиады в Токио Муслимом Гаджимагомедовым. Также на ринг выйдут призеры чемпионата мира Джамбулат Бижамов и Саадат Долгатова. Победители соревнований определятся 27 августа. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова